Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, BlacksInfinity, и сегодня мы с вами поговорим о последних новостях в киновселенной Марвел. Ну что же, давайте начнем. Появились первые постеры третьего сезона Агентов Щ.И.Т. Первый постер нам говорит о том, что главной темой третьего сезона станут Секретные Войны, на которые намекали в 22 серии второго сезона. В комиксах Секретные Войны это специальная команда Агентов Щ.И.Т. со сверхспособностями, под командованием Дэйзи Джонс, которая больше известна как Скай в исполнении Хлои Беннет. Второй постер нам показывает то, что Джемма Симмонс выжила после твиста в финале второго сезона. Видимо, тот артефакт Нельди, который ее поглотил, это некий портал в другой мир. Но не будем гадать и дождемся третьего сезона, который выйдет уже 29 сентября этого года. По слухам, Рэйчел МакАдамс, фильмы Шерлок Холмс, Шерлок Холмс, Игра теней, Дневник памяти, сериал Настоящий детектив, претендует на роль в фильме Доктор Стрэндж. На какую точно роль не говорится, но фанаты предполагают, что она станет либо капитаном Марвел, который появится в камео, либо на роль Клея, любовные интересы Стрэнджа. Собственно, вот так и встретятся Ирнен Адлер и Шерлок Холмс из разных вселенных. Вслед за новым Пауком и новая тетя Мэй. Новую тетю Мэй исполнит Мариса Тормой, которой на данный момент 50 лет. Ну вот, выглядит она очень здорово для своих лет. Первое появление, по слухам, произойдет в фильме Раскол Мстителей, ну а в Человеке-пауке 2017 года мы увидим ее уже точно. Начались съемки второго сезона Сорви головы. На предоставленных кадрах вы можете видеть Чарли Кокса и Элдена Хэнсена в своих ролях. Авокадо возвращается на улице адской кухни, чтобы противостоять новой угрозе. Кстати, об угрозе. На роль Электро Начиос была выбрана Эллади Юнг. Фильмы Бросок Кобры 2, 13 район Ультиматум. Электро Начиос в комиксе Фрэнка Миллера была сначала противником Сорви головы, а ведь именно по арке Миллера и снимается сериал. По слухам, во втором сезоне будут сразу четыре противника. Каратель, Электро, Меченый и Амбал, который должен будет произвести маленькое появление на экране. Остается только ждать каст Меченого. Оослип Снайпс вел переговоры с Марвел насчет возвращения Блейда на большие экраны. Марвел Студиос вернули право на персонажа пару лет назад, и ходили слухи, что Блейд может вернуться во второй волне проектов Netflix, наряду с призрачным гонщиком, который не так давно тоже вернулся домой. Сам Снайпс хочет сыграть нового Блейда, а не продолжать трилогию. Будем ждать его в КВМ. И напоследок, ресурс Питс Бейзмен утверждает, что Марвел и Фокс в данный момент на стадии переговоров о соединении вселенных Людей Икс и КВМ. А, собственно, объединение они планируют в 2020 году. Но все зависит от фантастической четверки. Если фильм будет успешным, то сделки не быть. Разумеется, все это стоит расценивать как слух, по крайней мере в настоящее время. Ведь мы все помним историю с Человеком-пауком. Вот такие вот, ребята, новости за последние две недели. Надеюсь, вам понравились такие новости, особенно о присоединении Людей Икс к киновселенной Марвел. Но это пока слухи, поэтому не будем о них говорить, а будем всего лишь ждать будущего. Ну а с вами был я, Блэкс. Уже через несколько дней выйдет Человек-Муравей. Ждем его. Всем пока, береги тебя. Пока-пока.